Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такое двойное имя Через черточку еще надо написать Через дефис Не ставят пока нейтрон ничего И по всей вероятности собирается играть Нет, все-таки гейтвей Я думал 15 нехсус уже Но нет, просто чуть-чуть попозже ставится гейт Ну а здесь Газ, между прочим Не варакцица и нейтрон, при чем это видел Естественно, очень серьезный плюс в плане разведки Очень мало хп 5 Почти убил, но отчинит его здесь Ой, господи, второй пилончик достраивается Ассимулятор Перебор рабов Но это потому что один гоняется из них И нейтрон, смотрите, нашел вот этого бедного мексиканца Побитого Был у Артура Переса Реверта такой В одном из рассказов шикарный герой Которого называли удалец из откуда-то там Вот он очень похож По типажу Но тот, правда, был не мексиканцем, а испанцем Таким Туповатым Но добрым в душе Гопником Назовем это так Крайне специфическим типком Которому тоже все время доставалось Бункер внизу будет перелетать туда В командный центр Ну, по крайней мере, всеми своими силами Пытается показать Прэдди, что это действительно именно так Но в действительности он Делает, похоже, один-один-один-олым Правда, тут вопросы есть Потому что немного смущает Отсутствие второго газа И это оставляет, как бы, нюансы, да? Ну, то есть, вопросы С тема сейчас на Старпорт не хватит Видимо, это не один-один-один, а что-то другое Видимо, это четыре гелиона Ой, Зил это нельзя Ну, молодец, че Все показал такой Но продолжает делать свою тему Таки будет четыре гелиона Нейтрон просто сразу варпает сталкера Еще один сталкер у него тут палит А Старпорта-то не будет, что ли? Без передропа просто в лоб, что ли? Будет пытаться заезжать Тут, в принципе, широкая Да не особо широкая Ну так, более-менее Можно проехать, короче Форсфелдами не так-то просто будет перегородить Два гелиона поехали Еще два Ну что, стимпак Да Странный билд Мне кажется Если это только для контроля над картой То этого мало Наверх ты не заедешь Ну, здесь рабов убить Ну, так они тоже стоят наверх по ралли-поинту Нейтрон-то тоже играл в эту игру Как они красиво проехали, вы видели? Вот так прям Еще два гелиона Может, это вообще механизация? Как Джинрэта против МС, а? Пятый, шестой Ну, хватит Да Надо и честь знать Решил Субапреди И освобождает реактор для будущего поколения А сам тем временем гелионами едет вперед И немножечко вбок Хороший залп Ну, так Два раба забрал Могло быть хуже Хотя за шесть гелионов построенных Два раба Это, конечно, не самый Прямо Хороший профит Тем временем тут Три гейта Nexus Ну, как бы Понятно Что и ожидалось Один гейт Nexus Плюс два гейта роба Ну, и делается стандартный обсервер И дальше нейтрон, скорее всего, будет играть В свой стиль через масс гейта Я думаю, так Нейтрон редко делает в ПВТ быстрых колоссов И, как правило, ставку делает именно на гейтовый состав армии Тем временем здесь еще плюс два барака В общей сложности их будет четыре И Старпорт с реактором Вот на таком странном немного месте Тут еще одна пристройка Вот для этого барака, по всей видимости Ну, и как и у Турука Будет большое количество маринов Что-то я все время забываю включить оверлей Так, надо проверить Да, ничего не закрывает Все окей Плотненькая стенка с пилонами Вот что ты будешь делать с этими гиллионами? Они, по сути, дают только одну вещь Терана Они не дают поставить третий Нексус Типа Но проблема в том, что они дают поставить третий Нексус, во-первых Как вы видите А во-вторых, я не понимаю, почему это нельзя было сделать четырьмя гиллионами, например То есть, почему шесть? Они, правда, сейчас, вот в чем плюс Они смогут, конечно, в атаке помочь То есть, по Сантрям и по Зилатам Они работают, будь здоров, но Ну, хотя, что но, да? Вариант Просто, возможно, если строить пехоту с самого начала То эффект будет не хуже А здесь, кстати, можно было передроп делать, мне кажется Гиллионов наверх А пехотой попугать и уйти А так сразу забирает нейтрон Один медевак Еще пару маринов И форсфилды дырявые-то оказались Ну как так? Но, правда, по-моему, все равно нейтрону хватит Армия здесь Да, и есть уже даже тамплар архива Правда, нету пока грейда на шторм Но, скорее всего, на него раша никакого и не будет Грейд на шторм, в общем-то, может подождать Главное, будут фидбэки и будут грейды Не супербыстрые, но зато с двух форджей под густами Здесь, кстати говоря, форджи-то сейчас можно было бы и потерять Если бы вкусил то, что нужно на Фреде А так, в итоге, он довольно неплохо разбирает здесь сталкеров Но самое главное, что в это время гиллионы пытаются проехать в рабочих И очень классно блокируют их нейтрон Они, естественно, попытаются поехать теперь с другой стороны Нет, нет, они просто улетят Ну и нейтрон доволен, его грейды выжили Рабов он вроде потерял Нисколько Ни одного не потерял Кстати говоря, террон в плюсе по лимиту на данный момент Из-за того, что очень хороший дозаказ Но у нейтрона зато есть третья локация По гейтам у него не сильно много сейчас, шесть штук Но зато появляются уже архоны У терра на плюс один, видимо, да И один-один доделывается у нейтрона Один-один есть уже И заказано 2-2 Ну, по сути, играя в масс-гейтовую армию У него и вариантов нету, кроме как делать масс-апгрейды Потому что это главный его бонус В таком варианте Да, ну и вот здесь, конечно, довольно больно по рабочим Потому что не будет газа на грейды теперь Ну, на грейды и на архонов, конечно И здесь нейтрон, но надо как-то отбиваться А шторма-то нет С рабочими приехал Ясуба Прэдди И кидаются в Форсфилды, но поздно Их мало И это 1-1 Никаких вариантов отбиться тут нету Красиво подловил на третьей базе Вроде дропом особо ничего не сделал Но все-таки сколько-то сталкеров забрал И теперь нейтрона вообще никак не принять бой Нормально Выезжают пробки, все умирают, конечно же Интересно, со скольки гейтов все это Со скольки бараков все это было сделано Шесть бараков, ну да Мощный такой пуш Шесть бараков, два реактора Интересная тайминговая стратегия Ничего необычного, но нейтрон оказался не готов Так, давайте поставим соперникам заслуженную единичку И пойдем смотреть, кто будет играть следующим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok